Ну что, всем огромный-огромный привет, мои любимые девочки, кто решил заглянуть ко мне на канал. Сегодня расскажу про свой заказик Фаверлик по пятому каталогу, который у нас еще действует весь март. У меня уже в руках новый каталог, вот такой вот красивый, который шестой, действует с 4 апреля. Ну вот сейчас я вам быстренько покажу, что меня наинтересовало в этом новом каталоге. И если кому-то интересно про мой заказик послушать, то добро пожаловать. Это, наверное, будет последнее видео про Фаверлик отдельное, такое большое, потому что, к огромному сожалению, сейчас Фаверлик перестала сотрудничать с блогерами. Неизвестно, когда будет оно, будет ли вообще еще сотрудничество когда-нибудь. А сама я заказывать, конечно, столько не смогу. Ну, по крайней мере, вот последний был заказ, который должен быть бриф по бартеру, халаты женские, две штуки, довольно-таки небюджетные. Я успела от них отказаться, потому что их не было на складе. И у меня освободилось небольшое количество баллов, на которые я, собственно, сделала этот заказ. Но, конечно, большая часть уже была за мои собственные деньги. И так как цены Фаверлик, к сожалению, тоже подросли, как и везде, то, наверное, заказов столько не будет. Конечно, в основном более-менее подровняли цены с теми, что в каталожке. Но некоторые товары, это бытовая химия, порошок в особенности, как был высокий, так он высокий остался. Благо, у меня есть еще в запасе пару пачек порошка. Потом, надеюсь, что эти цены хоть как-то чуть-чуть нормализуются. Итак, каталог шестой. И в этом каталоге выходит новая инвестиционная серия с гиалуроном, кальцием и витамином К2. Вот в таком вот симпатичном оформлении, в зеленом. Здесь у нас есть и крем для век, мицеллярка для лица, крем ночной, дневной. В общем, целая серия. Цена на эту серию, ну, в принципе, не особо дорогая. Самый дорогой это гидроконцентрат для лица, 600 рублей, а остальная цена, в принципе, нормальная. 300, 350, 400 рублей. В принципе, более-менее средняя цена. Также обновленная линейка лета уже появилась, к летнему сезону. Мне кажется, что это та же, что и была в прошлом году, только немножко поменяли упаковку. Стала она в таком вот симпатичном желтом и голубом оформлении. Серия у Фаберлик в загарах довольно неплохая, многие ее хвалят и любят. Мне она, в принципе, тоже нравится. Конечно, много всего из одежды также появилось, мне всегда это интересно. Но сейчас, наверное, вряд ли буду что-то брать. Мне понравились вот такие вот кроссовки, очень симпатичные. Вот такие вот, они у нас называются Мэри. Кроссовки женские с деталями сетчатого материала, 3000 рублей они стоят. Не знаю, будут они в наличии или нет, но выглядят они очень симпатично. Ну и вообще много всего, конечно, интересного у Фаберлик из одежды появилось. Но так как сейчас с финансовым довольно сложно все, поэтому вряд ли я что-то буду брать. Но, в принципе, каталожик довольно интересный. Насчет цены акции, конечно, я не знаю, по-моему, они не актуальны, никакие цены и акции. Так же, как и акции вот эти вот для консультантов, по-моему, тоже сейчас не действуют. Дают просто 500 рублей в подарок новых консультантам. Но если вы вдруг еще думаете о наступлении, ссылочка будет под видео. Итак, что же я заказала в этом видео? В общем, с того, что я хочу сейчас одеть и показать вам, я взяла вот такую вот футболочку из коллекции Бурматиков в таком вот красивом фисташковом оттенке. Долго думала я над оттенком, видела у некоторых девочек ярко-розовое, бордовое, тоже очень красивое. В сочетании вот с этими белыми полосочками она смотрится очень симпатично. Ну, я почему-то оставила свое внимание именно на фисташковом цвете, потому что ничего такого цвета у меня нет. Поэтому я решила взять. Значит, это у нас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, светло-фисташковый, 100% хлопок, в 48-м размере. 53-11-07. Так, стоила она по цене консультанта 719 рублей. Ну, в принципе, за эту цену более-менее нормальная футболочка. Подошла она мне идеально, мне понравилось, что здесь есть и на рукавчиках вот такие же белые полоски. Есть на минус, когда я ее снимаю, у меня тональник здесь может отпечататься. Я ее один раз одела, и вот тут уже осталось небольшие вкрапления тональника, поэтому нужно снимать очень аккуратно. Здесь горловина довольно узкая, и когда стягиваешь ее с головы, то можешь зацепить лицо. Я, в принципе, так и сделала. Вот, сейчас я вам ее примерю и покажу, как она смотрится. Так, смотрится эта футболочка следующим образом. Она, в принципе, хорошая по длине, чуть-чуть ниже пояса, как я люблю, не сильно длинная. И она 48-м размером, отлично мне подошла. Я сейчас покажу следующую свою покупку и покажу уже сдалека, как это смотрится вместе. Вот, футболочка приятная к телу, действительно 100% хлопок, хорошо стирается. Я уже ее стирала, хорошо гладится. Вот, ну, в принципе, я люблю все цвета пастельного, поэтому выбрала именно фисташковый такой красивый нежный оттеночек. Ну, решила, что пускай будет именно такой. Хотя, конечно, хотелось бы что-то более яркое, например, яко-розовый. С такими полосочками тоже, я думаю, смотрелось бы круто. Но я подумаю еще. Может быть, потом ближе к лету они подешевеют, хотя, конечно, вряд ли. Но хотелось бы на это надеяться. Так, следующее, что я взяла, на что я смотрела довольно долго, но цена у них совершенно не бюджетная. Это вот такие вот джинсы, тоже из коллекции Бурматиков. Так, это у нас брюки для женщины, цвет бежевый, 48-й размер, 100% хлопок. Долго я думала над цветом, опять же. Там тоже красивые цвета пастельные всевозможные. Выбирала между пастельно-розовым оттенком и между вот такими вот красивыми бежевым цветом. Они идут действительно из 100% хлопка, ну, как хороший такой плотный джинс. Ну, не сильно плотный, такой средний по плотности джинс. Здесь сзади идут два кармашка. И фасон у них довольно широковатый, я бы сказала. То есть, не зауженные. Единственное, я не поняла, в чем прикол. Они короткие для меня. Даже для меня на мой 1,65 м они укороченные джинсы. Но я думаю, что когда уже будет тепло, под кроссовочки или под ботинки, вот которые у меня есть бежевые, с легкой курточкой, думаю, будет смотреться прикольно. Я, собственно, под ботинки эти или под кроссовки их брала. Но в чем прикол, я не знаю. Если бы у меня был рост еще выше, чем 1,65 м, то они вообще были бы как подстрелыши. Ну, не знаю, по-моему, я не видела, чтобы в каталоге было написано, что они укороченные. Не знаю. Ну, в общем, сейчас я вам покажу, как они смотрятся. 48-й, в принципе, на меня хорошо сел. Но те, кто любит более свободный покрой, то должны заказывать побольше. Я взяла вот свой размер, 48-й, и, в принципе, мне они понравились, как смотрятся. И качество очень-очень приятное. Но цена на них совсем не бюджетная. Стоили они порядка что-то около 3 тысяч. Я считаю, что это, конечно, дорого за джинсы. Ну, хотя сейчас, наверное, все такие цены и будут. Ну, вот такие вот классные джинсы. Сейчас я примерю и покажу, как вместе с этой мачкой они используются. И была еще вот такая вот блузочка, тоже из коллекции Бурматиков. Почему-то у меня вырезался этот кусочек видео, который я снимала. Поэтому покажу так. В общем, это у нас уже на лето блузка. Блузка без рукавов. Такая легкая. Она есть в двух вариациях цветов. Но мне понравилась больше вот именно такого цвета бордовая. И это у нас 48-й размер. И мне понравилась она, потому что здесь идет вот такой вот треугольный вырез. И мне, в принципе, такие вырезы идут. Это у нас блузка. Называется без рукавов для женщин. Цвет бордовый. 100% вискоза. 48-й размер. Вот такой вот артикул. И материал мне этот понравился. Действительно, это хорошее, качественное. Вискоза. Стоила эта блузка 1439 рублей. По скидке представителя. И мне понравилось, как она смотрится на мне. Как она прилегает к телу. Такой какой-то приятный, струящийся, охлаждающий даже немножко материал. И мне кажется, что на лето она подойдет просто идеально. В общем, сейчас покажу, как она на мне смотрится. Так, собственно, смотрится эта блузочка. Мне она понравилась. Как сидит на мне, и как по качеству. И приятная к телу. Поэтому я рада, что ее взяла. И буду совместим носить ее летом. Мне кажется, и под брючки будет хорошо ее, и под юбку. Такая универсальная, симпатичная вещь. Легкая, приятная к телу. Ну и вырез мне это нравится. Так что я довольна ее. Так что вот такие вот три удачные вещи у меня были в этот раз. Ну и помимо одежды, я, конечно, взяла то, что мне больше было надо. Это кое-что из бытовой химии. Это что у нас уже заканчивается. Вот такое концентрированное моющее средство. Универсальная цветущая липа. Я не помню, это новинка или такое было уже. У меня было с другим ароматом. Но именно цветущая липа. Я сейчас не помню, было у меня такое или нет. Но я люблю такие универсальные концентрированные моющие средства. Ими можно использовать и для того, чтобы мыть пол, и для того, чтобы мыть ванну, туалет, окна. В общем, что угодно. Поэтому универсальная хорошая вещь. Я часто такие беру. И взяла гель для мытья посуды, сода эффект, свежий лайм. У меня уже такой был. Мне нравятся именно или лимонные вот такие вот, или какие-то свежие такие цитрусовые ароматы. Именно средства для мытья посуды. Вот бальзамы, которые там были с клубникой, еще какой-то там капучино или что-то такое, миндальное молочко. Мне они не так понравились. Все-таки мне не хватает от этого свежести, аромата свежести, аромата цитрусов. Для меня это ассоциируется именно с чистотой. Но это средство мне нравится. Оно действительно концентрированное. И к тому же это сода эффект. Поэтому я думаю, что должно начать еще лучше. Так. И у меня заканчивается на кухне мыло. Для кухни, устраняющей запахи. Я решила повторить весенние цветы. У нас уже, по-моему, такое в прошлом году было, насколько я помню, если не ошибаюсь. Это аромат действительно ландышей, весенних цветов каких-то. Люблю эти мыла. Но мы все про них знают все, что они хорошо убирают запахи какие-то неприятные. Хорошо чищают ручки, не сушат их. И они кремовые текстуры. Вот. Люблю эти средства. И было у меня кое-что интересное из декоративки. Из весенней серии, которая называется Жордин Деживенри. У меня появилось тоже кое-что новенького. Значит, такой вот тонирующий крем-желе. Я не стала его открывать. Он у меня совершенно новенький. Потому что я слышала, что у него не очень хорошая тонирующая способность. Поэтому я люблю более такие плотные тональные крема. Решила его не открывать. Вот он у меня закрытый. И совсем скоро на моем Ядекс.Зен, кстати, будет конкурс. Обязательно следите за моей страницей. Там будут прям классные призы. Я уже собрала кое-что новенького для классную коробочку. В современное сложное время. Думаю, что любой будет приятно получить такую коробочку. Также на подарок у меня пойдет вот такая вот помадка. Как вы знаете, я люблю больше такие всякие муссовые тинты для губ. Или больше матовые текстуры. Это же красивая такая увлажняющая помада. Яна слышала о ней. У меня она 4741 у нее. Артикул. Пахнет она довольно приятно. Такой красивый универсальный оттеночек тоже пойдет у меня в мой подарочный бокс, так скажем. Потому что я люблю другие текстуры, как я уже сказала. Также появилось у меня два вида наклеек. Одни вот эти я уже использовала. Это из этой коллекции Жордин де Живанри. Вместе вот с этим лаком получается отличная комбинация. Я вам ставлю картиночку, как этот лак смотрится на ногтях. Это у меня такой красивый перламутровый оттенок. Я наносила его сольно. Также его можно использовать на какие-то там другие текстуры. Получается такой красивый перламутровый оттеночек. В принципе, качество лака мне понравилось. И пигментация неплохая. И это у меня 7861. Зеркальное топ-покрытие даже это называется. А я его наносила, как лак. Только сейчас увидела, что это топ-покрытие. И наклейки мне очень понравились по качеству. Они не рвутся, красиво смотрятся. И хорошо носятся, не скалываются в течение недели, пока я ношу их. Красивые оттенки здесь розовые, сиреневые. Все, как я люблю. Так как наклейки я довольно часто использую, то мне это было надо. И также появился у меня из этой коллекции вот такой вот карандашик. Синенький. Ой, сиреневый. Я обожаю все сиреневое, поэтому мне он понравился. Но он совсем-совсем тонюсенький. Хотя пигментация у него хорошая. Можно делать им и стрелки, и подводить нижнюю веко. В принципе, он хорошо смотрится, довольно стойкий. Единственное, конечно, он очень-очень тоненький. И здесь есть даже вкрапление какого-то шиммера. Так-то не видно, но здесь есть шиммер. При нанесении. Совсем-совсем мелкий. Симпатично смотрится. Но мне кажется, что хватит его ненадолго. Какой-то он слишком неэкономичный. Потому что когда наносишь, уже больше часть стержня исчезает. Вот такой вот симпатичный карандашик. Буду пользоваться. И новая коллекция, конечно, тоже не могла обойти мое внимание. Это у нас коллекция натуральная. It's clean by Faberlic. Вот такие вот коробочки идут у этой коллекции. Прям даже не скажешь, что это Faberlic. Очень такое стильное оформление. Значит, из этой коллекции я взяла, опять же, наклейки для ногтей. Для тела есть похожи. Но для тела что-то я как-то не очень на себе их вижу. Это скорее для маленьких девочек развлечение. Вот здесь идут и надписи. It's clear опять. Vegan, vegan. Eco, lovely. Кролики, бабочки. Здесь все такое красивое. Тоже весеннее, летнее. Пригодится. Так как я люблю всякие наклейки, мне это будет в тело. Ну и, собственно, что меня заинтересовало из этой новой коллекции. Это вот такой вот универсальный BB тинт. Хотя я тоже слышала о том, что он скорее, ну, действительно, как BB. То есть, это не тональный крем. Это просто тонирующее средство. Которое можно использовать и отдельно, просто как крем. Ну и слегка тонировать лицо. Получается, что это в активных компонентах здесь есть гиалуроновая кислота, витамин Е. Всякие органические экстракты и так далее. Здесь идет 30 мл. Я взяла оттенок. Там есть, кстати, много разных оттенков. Я взяла оттенок, по-моему, второй по цвету. И он, кстати, довольно такой, ну, подходит мне. Не сильно светлый, так скажем. Так, где этот оттенок у меня какой? 65-51. Какой-то айвори. Айвори я помню. Здесь получается, что есть SPF 15, что не может не радовать. И текстура у него действительно BB крема. Вот смотрите, какой цвет. Хотя, казалось бы, должен быть светловато. Но нет, он не светлый совершенно, совершенно не светлый. И запах у него такой довольно своеобразный. Когда наносишь, он очень ярко ощущается. Он пахнет для меня, ну, не знаю, ну, неорганическим каким-то. Я думала, будет пахнуть травками, какими-то органическими цветами. Но нет. Какой-то такой сладковато. Странный. Сладковато. Не очень приятный для меня аромат. Но он потом выветривается. Не так сильно ощущается. Я вам покажу, как я сегодня, кстати, макияж делала с этими новинками. Я вам покажу, как он смотрится на лице. Но он не перекрывает, конечно, мои пигментные пятна. Он слегка-слегка лишь выравнивает тон лица. Я люблю, конечно, более плотные текстуры. Но попробовать было его интересно. Я буду его смешивать с более плотными тональными кремами. И, в принципе, так он мне пойдет. Сам по себе. Мне нужно нанести 2, а то и 3 слоя, чтобы что-то хоть чуть-чуть перекрыть. Мне он напомнил сисикрем от Аравии у меня был. Он похож, чем-то похож, потому что это уже ничего совершенно не перекрывает. И он просто слегка-слегка выравнивает тон лица. Но зато он хорошо увлажняет и питает. Но в целом прикольная штучка. Попробовать было интересно. Так, еще меня заинтересовала вот эта вот пудра для бровей. Такое вот красивое оформление, кругленькое. Это у нас называется помадка для бровей. 5887, по-моему, самый светлый оттеночек. И она действительно имеет пудровый финиш, как кто-то заявил. Насчет цвета. Цвет у нее, не скажу, что талповый, как я люблю. Больше, конечно, в блонд, в рыжину слегка. И он не особо пигментированный, так скажем. Сейчас я вам покажу, как он смотрится. Вот так выглядит, посмотрите. И это вот самый светлый оттенок получается. Но действительно финиш пудровый-пудровый прям. Мне, чтобы нанести его на брови, мне сначала нужно сделать форму карандашом, а потом заполнить слегка уже вот этой вот помадкой для бровей. У меня была другая помадка CC Brow. Та, конечно, более пигментированная, более яркая. И там надо буквально кабельку, чтобы распределить по всем бровям. Здесь же нужно 2, а то и 3 раза окунуть в баночку кисть, чтобы нанести на одну бровь. Потому что мне не хватает пигментации. Именно он совершенно такой, ну как, довольно твердой текстуры, но при этом пудровый. Ну такая интересная текстура. Я, может быть, и буду пользоваться. Но мне проще, конечно, карандашиком нанес, потом сверху гелем каким-то прозрачным и все. С помадкой, конечно, возне больше. Поэтому боюсь, что она у меня будет лежать без дела. Но посмотрим. Но я вот сегодня оформляла брови тоже с помощью нее. В принципе, получилось довольно неплохо. Мне нравится. И последняя новинка, что у меня есть, это, что меня заинтересовало. Это тушь для бровей. Натуральная с органическим маслом и экстрактом магнолии. Ухаживает за ресницами, легко наслаивается, легко смывается теплой водой. То, что у нас смывается легко теплой водой, это точно, 100%. Вот так она выглядит. Оформление, конечно, очень приятное. И здесь обычная щеточка, ворсовая. В виде щеточка-елочка. В принципе, форма мне такая нравится. Мне нравятся, конечно, больше силиконовые щеточки. Но это, в принципе, тоже оказалось довольно неплохо. Единственное, что ее можно слегка переборщить. И я пачкаю верхнее веко. Когда наношу, сегодня тоже делала при помощи нее. Но у меня сейчас хорошие длинные ресницы свои. Поэтому, в принципе, любая тушь на мне работает хорошо. Единственное, она немножко может подклеивать ресницы. Если начинаешь уже наносить два слоя нормально. А уже, если хочешь третий подправить чуть-чуть, то они начинают склеиваться. Поэтому, конечно, тут нужна мера во всем. В целом, в принципе, тушь неплохая. Пользоваться буду. Не скажу, что станет моей любимицей. Но попробовать было ее интересно. Ну, в целом, коллекция, ну, что-то новое для меня. Довольно неплохая, так скажем. Но я попробовать, просто было попробовать неинтересно. Но не скажу, что она мне прям очень понравилась. Но, в принципе, неплохая. В целом, в целом неплохая. Но, может быть, ожидалось чего-то более интересного. И последнее, что у меня появилось из новенького. Это вот такой вот лак. Лак для ногтей. Так как я не использую гель-лак. Пользуюсь только лаком. Поэтому я всегда ищу какие-то хорошие лаки. И мне нужен был персиковый оттенок. Кто смотрит меня, то знает. Я уже, наверное, с месяц ищу какой-нибудь красивый персиковый цвет. Когда увидела в каталоге вот эту новинку. Сразу решила ее взять. Конечно, это не персиковый оттенок. Вчера, кстати, делала маникюр как раз с этим оттенком. Это больше такой желто-коричневый, что ли, разбеленный. Ну, интересный оттенок. Такого у меня еще не было. Да, вот так вот он смотрится прикольно на ногтях. А вот тут у меня такая вот собачка корки. Делала вчера маникюр. В общем, прикольно получилось. Качество хорошее. Он довольно плотный, хорошо пигментированный. С одного слоя слегка полосит, но с двух наносится плотно. Хорошо. Вот это у меня два слоя получается. Сохнет тоже довольно быстро. И в целом качество лака мне понравилось. Эта коллекция заявлена как пропускающая воздух и воду. Вот здесь, кстати, есть уже красивый такой голубой оттенок. Зеленый кардамон. Это называется янтарный куркум. Ну да, в принципе, так и есть. Песочный еще есть. И розовый шафран. Оттенки очень красивые. Такие довольно пастельно-нейтральные, как я люблю. Поэтому, думаю, может быть еще какой-то возьму. Особенно вот голубой мне нравится. Поэтому качество мне понравилось. Хорошее качество. Чем-то отличающееся от других, которые пропускают воду и воздух. Я не знаю, в чем он пропускает. Какая-то передовая кислородная технология для проникновения воздуха и воды. Ну, видимо, чтобы меньше портить ногти. И стойкой заявлено до пяти дней. Ну, не знаю, как насчет пяти дней. У меня вообще лаки плохо держатся на моих ногтях. Я его нанесла и затем весь день готовила. Была в воде, вот с пищей все это смешивалось у меня. Руки, естественно. И у меня на правой руке, на моей рабочей руке, два ногтя практически половина лака облезла. Поэтому я их вчера нанесла заново. Я думаю, что если не быть так в воде, то, может быть, пять дней действительно и продержится. Если не интенсивная нагрузка на ногти будет, так скажем. Вот такой вот у меня в этот раз был заказик. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, что было в этот раз у меня. Увидимся в следующих видео. Пишите, что заказываете вы. Делаете ли вообще заказы Фоберлик после того, как произошло поднятие цены. Или же уже все пока что. Очень жду ваших лайков, комментариев. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.